Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. Соборные послания апостола Иоанна Богослова. Часть 2. Святым апостолом и евангелистом Иоанном Богословом были созданы три соборных послания. Кроме первого, наиболее пространного соборного послания, святой апостол Иоанн написал еще два небольших послания. Они были написаны апостолом Иоанном в городе Эфесе, когда ему было около ста лет. По своему содержанию они несколько отличаются от других произведений апостола. Святой апостол Иоанн писал всегда очень точные по мысли тексты, изложенные прекрасным слогом и посвященные различным событиям. Глубокомысленное и образное повествование Святого Евангелия Таинственный пророческий слог апокалипсиса. Субтитры создавал DimaTorzok Убедительные и проникновенные поучения первого послания – все эти столь разные произведения написаны одним автором, обладавшим удивительным даром слова. Во втором, и особенно в третьем послании, апостол обращается к людям, знакомым ему лично. Второе послание святой апостол пишет одной из малазийских христианских общин. Неизвестно, церковь какого города имеется в виду. Иоанн Богослов образно называет ее «избранной госпожой», не упоминая точного имени. На самом деле апостол подразумевает здесь всю христианскую общину того места, куда он отправляет свое послание. Все христиане – дети этой госпожи. Этим образным сравнением апостол Иоанн открывает очень важную истину, что церковь – это действительно семья. И апостол призывает христиан в первую очередь к братской любви. «Не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга». Пишет он, напоминая о том, что основная заповедь Божия есть заповедь любви. С нее начинается апостольская проповедь, и именно она лежит в основании христианской веры. Апостол Иоанн Богослов был самым любимым учеником Спасителя и дожил до глубокой старости. Он часто повторял «Дети мои, любите друг друга». Когда его спросили, почему он так часто повторяет одно и то же, он отвечал «Это заповедь Господа. Если бы она была и одна, то и одной ее было бы довольно для спасения». В этом небольшом послании апостол Иоанн говорит общине неизвестной малазийской церкви о том, что главное – жить по заповедям Божиим. А самое важное в христианстве по учению апостола наряду с заповедью любви – это учение о Боговоплощении. Иоанн Богослов призывает остерегаться тех, кто отрицает то, что Бог действительно стал человеком. «Многие обольстители вошли в мир», – пишет апостол, «неисповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Такой человек есть обольститель и антихрист. Иоанн Богослов советует даже не приветствовать и не пускать в дом подобных лжеучителей, чтобы не участвовать в делах тьмы. Кончается послание. Трогательным обещанием апостола разъяснить еще многое уже не на бумаге чернилами, а устами к устам, чтобы общая радость от встречи была полна. Третье послание апостола Иоанна обращено уже не к целой общине, а к одному человеку по имени Гаи. И содержание этого короткого письма тоже посвящено определенному вопросу. Апостол просит помочь его ученикам, которых не принял некий Диатреф. Он захотел первенствовать в церкви и причинил многие скорби проповедникам, посланным Иоанном Богословом. Даже в коротком письме апостол с любовью дает назидание своему собрату. Возлюбленный, не подражая злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога. А делающий зло не видел Бога. Иоанна Богослова именуют апостолом любви. И в его письмах, часто имеющих практическое назначение, невозможно не почувствовать, какой истинной радостью и любовью к людям было исполнено сердце святого апостола Иоанна. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok